Братья и сестры, я вас всех приветствую без малого, 9 часов. Знаете, если бы я был на вашем месте, одним из моих вопросов к проповеднику, ну, было бы узнать, как долго он будет проповедовать. Хотел бы сразу предупредить, что я проповедовать долго не буду. И еще, вы знаете, что хотел бы сказать, что, ну, я вот действительно получил такое большое-большое назидание. Хотел бы поблагодарить за такую прекрасную программу, за песни, за стихотворение. То есть, это уже все нас очень сильно настроило. Буквально несколько мыслей, и мы с вами тоже помолимся. Вы знаете, вот мне очень нужно ваше внимание, не то, что вот мне, вот мне бы очень хотелось, чтобы ваше внимание было здесь. И вот я придумал такую хитрость. Я прочитаю три библейских текста, три библейские стиха, которые идут подряд. Ну, не буду говорить, сколько книги. Вот все, что вам нужно сделать, это дочитать четвертый стих. Хорошо? Ну, послушайте. Увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. Я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий, вот, скини я Бога с человеками, и он будет обитать с ними. Они будут его народом, и сам Бог с ними будет Богом их. Что написано в четвертом стихе? Спасибо, что подсказку дали. Да, братья и сестры, ну, вот я очень хотел так драматично это сделать, не получилось. Ну, ничего, я вот сейчас, когда слушал программу, да, вот несколько раз было о слезах, и я вспомнил, что в Библии есть стих, что Бог отрет всякую слезу сочей их. Ну, признаюсь, я не сразу сориентировался, где он написан. Мне пришлось заглянуть в свой телефон для того, чтобы найти, что это действительно книга откровения. И я вот, знаете, что хотел бы сказать? Попробуйте представить себе человека, который писал эти слова. Он написал уже 20 очень сложных глав, 20 глав очень сложной книги. Он пытался, вы знаете, вот с человеческой точки зрения передать события, в которых много с чего не было ему понятно. Он просто писал и говорил. И вот теперь Бог устраивает эту встречу, когда он увидел новый город, да, и он понимает, что прошлого уже нет, да. И очень интересно, вот как все-таки оставлено для нас с вами, братья и сестры, что произойдет? Вот что вот величественное, что самое величественное увидел Иоанн? Он, оказывается, понял. Знаете, что произойдет? Что когда будет эта встреча, да, и вот какой интересный образ он подобрал? Оказывается, Бог будет вытирать слезы. Мне кажется, братья и сестры, мы очень много знаем о событиях последнего времени. Мы знаем порядок из книги Откровения, мы готовы это отстаивать, у нас есть приготовленные формулы, все это у нас есть. И знаете, вот мне кажется, что среди всего этого мы с вами теряем очень важное. Вот представьте себе Яна, который писал эти слова. Вот что он понял из этой встречи. Ну, я не знаю, помните ли, в вашем детстве было такое, когда вы плакали и прибегали к маме, или к папе, к бабушке, к дедушке. Что они делали? Слезки вытирали. Скажите, пожалуйста, мне кажется, действительно, вот в этом действии что-то божественное. Не так ли? Вытереть слезы ребенку. В этом действии что-то божественное. Прикосновение, да, родного человека, матери, отца, бабушки, дедушки, да, который вам вытирает слезы. То есть, вот как Ян представлял встречу Бога с верующими людьми. Бог вытрет слезы с наших очей. Вот именно немножко об этом хотел бы говорить. Вот теперь давайте вернемся вот к посланию филиппийцам. 20-21 стих 3 главы. Я прочитаю еще раз эти стихи. «Наше жительство на небесах, откуда мы ожидаем спасителя Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу его силой, которой он действует и покоряет себе все». Вы знаете, вот Григорий сказал, что придет Господь, да, и вот действительно у этого титула «Господь» есть очень важное и интересное значение. И этот титул говорит о том, кто обладает верховной властью. Хорошо, вот теперь давайте снова, ну как, помня об Иоанне, мы попробуем посмотреть на этот библейский текст, да. «Придет Господь, придет тот, кто обладает верховной властью». Что произойдет? 21 стих. Как его власть, его сила будет проявлена? В чем она будет проявлена? Я не знаю, обращали вы на это внимание или нет? Посмотрите, апостол Павел говорит, что оказывается, все уничиженное преобразится. Еще раз прошу вас подумать о человеке, который корябал эти слова. Попробуйте о человеке, который пытался выразить свою мысль словами. Он хорошо понимал свою жизнь, он что-то уже прожил, он очень хорошо знал Господа. Да, и вот теперь ему нужно написать, ему выразить словами нужно, и оставить это вот в письме вот церкви города Филиппа, да, вот чтобы у людей, у людей, в людях осталось что-то ценное пришествие Господа Иисуса Христа. Пишет очень интересные слова. Оказывается, когда придет Господь, все уничиженное, замечательное слово, преобразится. Все уничиженное преобразится. Вы знаете, братья и сестры, когда мы читаем Священное Писание? Очень интересно подумать о том, что такое спасение человека. Ну, если так вот в общем взять все, что Библия говорит о спасении, вот неизбежно напрашивается вывод. А вы знаете, какой вывод, что такое спасение человека? Спасение человека – это процесс. Процесс преобразования или процесс изменения человека в образ Христа. Вот что в общем можно сказать о спасении. Что такое спасение? Спасение – это процесс преобразования или изменения человека в образ Христа. Хорошо, если вы спасенный. Что происходит с вами? преображаемся в образ Иисуса Христа. Но вот Павел говорит, что вот наше с вами спасение еще пока не полное. То есть поэтому у нас есть слезы, а поэтому не всегда бывает легко. Почему? Потому что наше с вами спасение, оно еще не полное. Полным наше спасение будет только тогда, когда Господь вернется. И вот здесь вот Григорий подчеркнул, я очень согласен с этим. Братья и сестры, в первую очередь верующим людям с неба нужно ожидать Господа и Иисуса Христа. Это то, о чем мы с вами должны думать. Ждать пришествия Иисуса Христа. И Павел говорит, что вот тогда, когда Он придет, уничиженное преобразится. Ну вот, если говорить о спасении человека, есть три основных момента этого спасения из Священного Писания. То есть сначала спасение, оно обозначает небесное рождение, когда человек входит в семью Бога. Но затем на протяжении всей нашей с вами жизни благодать Иисуса Христа как-то воспроизводится в нас с вами. И мы это называем освящением. И только затем величественное заключение этого процесса спасения – это уже преображение нашего с вами тела. Я немножко скажу о нашей с вами настоящей жизни, для того, чтобы мы вновь увидели величие, заботу и благодать нашего Бога, Спасителя, Господа Иисуса Христа. Вы знаете, вот мы с вами говорим, что вот что такое Евангелие, да? А Евангелие – это благая весть, вот которую услышишь, и тебе радостно. Вот что такое Евангелие, да? И когда мы читаем Священное Писание, вот Библия передает эту весть. Вот почему люди, которые услышат эту весть, радуются? Ну, это весть о том, что Бог принимает человека в свою семью. То есть услышать Евангелие – это значит услышать о том, что у человека есть возможность, вот того, чтобы Бог принимает его в свою семью. Но, знаете, немаловажная часть Евангелия заключается в том, что, оказывается, для того, чтобы войти в семью Бога, не нужно быть полностью святым человеком. Подумайте об этом. Для того, чтобы войти в семью Бога, Бог примет вас тогда, когда вы не святые, а когда вы грешники. Понимаете? Это благая весть. Это Евангелие. Мы этому радуемся, что Бог не требует от нас с вами полной святости для того, чтобы принять нас к себе. Братья и сестры, на протяжении всей своей жизни мы остаемся грешниками. Очень хорошо, когда мы это понимаем. Вы знаете, когда мы это понимаем, меньше пальцы на других у нас ходят. Потому что о себя осознаем грешниками и понимаем, что не лучше, чем другие. Вы знаете, я думаю, мы слышали с вами историю, очень интересную, замечательную историю Мартина Лютера, когда он прибил 93, простите, 95 своих тезисов на дверь церкви в городе Виттенберг, с чего началась реформация. Я не знаю, знаете вы или нет, я, честно сказать, не знал этого, недавно прочитал, что вот в самой первой тезе, знаете, о чем? Он о покаянии. Он очень много думал об обвелевском стихе, который записан в Евангелии от Матфея, о проповеди Иисуса Христа. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Вот Мартин Лютер очень много думал над значением этих слов, что значит покайтесь. Он пришел к очень интересному выводу. И вот как вывод из этого обвелевского текста, он делает следующее, он говорит, что покаяние – это вся христианская жизнь. Покаяние – это вся жизнь христианина. И он объясняет, почему. Ну, может быть, вы сами когда-то о своей жизни говорили, может быть, вы слышали людей, которые говорили, «Я покаялся 35 лет назад». То есть иногда о покаянии человек говорит как о том, что вот давно в прошлом произошло, и оно уже покрылось пылью. Но вот по учению Иисуса Христа далеко не так. Вы знаете, в каком смысле? А в каком смысле, что вся христианская жизнь – это преобразование. Вся христианская жизнь – это обновление. И вот в этом смысле, когда происходит преобразование, когда происходит обновление, когда мы каемся перед Господом. И вот в этом смысле Мартин Лютер говорит, что вся жизнь человека, христианина, она о покаянии. Конечно, когда мы говорим о практической святости нашей жизни, Вот любая святость, о которой мы с вами говорили, она остается частичной. То есть вот как бы ни жил человек, чего бы ни добился человек, вот здесь, живя на земле, святость каждого из нас, она остается частичной. Однако очень важно, я думаю, очень интересно и замечательно понимать следующее, что каким бы частичным ни было освящение в нашей с вами жизни, оно реально. Освящение христианина, оно действительно, оно реально, это действительно происходит в нашей с вами жизни. То есть освящение это процесс, посредством которого возрожденные становятся святыми. То есть когда мы с вами входим в семью Бога, меняется наш статус, Бог называет нас своими детьми. И вот наше положение перед Богом, оно обеспечивается не нашей праведностью, оно обеспечивается праведностью Иисуса Христа. Однако, когда человек получает возрождение, в нас происходит настоящая перемена, перемена, которая теперь сопровождает нас всю нашу с вами жизнь. То есть изменение нашей природы в сторону святости начинается немедленно, после вот обращения человека к Богу. И очень интересно и важно понимать, что если присутствует истинная вера, то в человеке обязательно происходят изменения, которые проявляются в добрых делах. Так говорит Священное Писание. И поэтому плод освящения, он является, с одной стороны, необходимым, но и с другой стороны, неизбежным следствием спасения. То есть любой спасенный человек, он обязательно проходит процесс освящения, обязательно освящается. Вы знаете, ну вот в определенном смысле, вот мы с вами как христиане, на протяжении всей своей жизни, но остаемся плотскими. Почему? То есть мы никогда в этой жизни полностью не преодолеваем влияние плоти. Никогда этого не произойдет. Я не знаю, ну почему, вот почему-то есть причины, по которым Богу нужно было, да, чтобы мы с вами имели опыт борьбы с грехом, чтобы мы с вами имели опыт победы над грехом и поражения от греха. То есть для Бога это очень важно, это, скорее всего, нужно будет для нас с вами в вечности. То есть мы с вами никогда в этой жизни не полностью не преодолеваем влияние плоти. И знаете, что это значит? А это значит, что мы с вами должны продолжать бороться с плотью всю жизнь. Мы с вами должны продолжать бороться с плотью всю жизнь, до того момента, пока уничиженное не преобразится, до того момента, пока Бог не отрет всякую слезу с наших очей. Конечно, во всем есть свои крайности, да, вот я говорю, что на протяжении всей своей жизни мы остаемся плотскими. Но если человек полностью плотской, если нет никаких доказательств изменения природы человека, ну тогда это не плотской христианин, а плотской нехристианин. То есть это тоже крайность, которую необходимо избегать, это неправильно, это неверно. Почему? Потому что мы с вами спасены не исповеданием веры, а обладанием веры. И вот если говорить об освящении, ну не знаю, согласитесь вы со мной или нет, вот мне кажется, что освящение христианина, оно не продвигается равномерно. Освящение христианина не продвигается равномерно. Ну допустим, от начальной точки обращения человека к Богу далеко не равномерный процесс. По большей части, конечно, есть как движение вверх, движение вперед, но бывают взлеты и бывают падения. А бывают такие случаи, когда христианин впадает в тяжелый грех. Бывают такие случаи, когда христианин впадает в затяжной грех. Бывают такие случаи, когда верующего христианина наказывает церковь. Бывают такие случаи, когда верующего христианина отлучают от церкви. Для чего? Только для того, чтобы вернуть отступника к вере. Вот вы знаете, братья и сестры, мне кажется, что переход от духовного младенчества к духовной зрелости заключается в том, когда пики и спады сглаживаются. То есть наши с вами духовные взлеты, они менее интенсивны, но и падение человека, они менее интенсивны. Мы с вами как бы становимся более устойчивыми в нашем христианском росте и общении. Знаете, я говорю это как предупреждение. В каком смысле? Потому что есть взгляды или даже целые движения, которые обещают мгновенный скачок освящения. Это тоже не библейское учение, а мне кажется, освященное писание нигде не учит, что мы должны ожидать мгновенного исцеления от греха или победоносной христианской жизни с помощью какой-то особой дозы Духа Святого. Для чего я это говорю? Вы знаете, для чего? Для того, ведь нам с вами очень нужно постоянство. Нам очень-очень нужно в нашей с вами вере христианской, в нашем хождении перед Богом очень важно и нужно постоянство. Нам нужно постоянство в том, чтобы знать Библию, изучать Библию. Нам нужно постоянство в том, чтобы слушать проповеди. Нам нужно постоянство в том, чтобы общаться с верующими людьми. И это нормальный, естественный процесс освящения человека. Вот мне всегда очень удивляют эти библейские стихи, интересные стихи о том, как Бог творил эту вселенную. Вот было то, что Бог сотворил внезапно. Вот, допустим, и сказал Бог, да будет свет, и стал свет. Но затем, когда Бог творит зелень, траву, вы знаете, как написано? Написано, да, произрастит земля зелень и произрастит земля траву. То есть для Бога было очень важно, чтобы проходил естественный процесс роста растений. Я думаю, иногда мы с вами теряем, вы знаете, вот величие простого, ну, дети маленькие, они иногда спрашивают родителей простые такие, знаете, ну, детские вопросы, да, почему небо голубое? Откуда берется дождь? Или почему идет снег? Вы знаете, когда слышишь, может быть, такие вопросы, как-то вспоминаешь себя, когда-то у меня такие были вопросы, да. А что потом произошло? Вы знаете, что произошло? Произошло то, что мы перестали удивляться обычному. Мы перестали удивляться обычному. У нас появились ответы на какие-то вопросы. Я это говорю для чего? Вы знаете, вот обычный ход христианской жизни, он должен удивлять нас с вами. Вот Бог иногда действует обычным способом. В большинстве случаев, я уверен, Бог действует обычным способом. А когда Господь Иисус Христос пришел на эту землю, Он должен был родиться обычным способом. Его должна была выносить мать девять месяцев. И затем, когда Он пришел в этот мир, Он родился ребенком. Он рос как ребенок, Он возрастал как ребенок. Я говорю для того, чтобы мы с вами увидели ценность в обыденной христианской жизни. А чтобы мы с вами увидели ценность того, что Бог делает в обычной христианской жизни для каждого из нас. Нам нужна верность в том, чтобы перед Богом быть постоянными. И вот тогда происходит этот процесс освящения. То есть неужели обычному нельзя удивляться? Ну попробуйте просмотреть свою жизнь, как сильно вы поменялись за последние десять лет как христианин. Ну я как-то догадываюсь, братья и сестры. Ответь не сильно. Я тоже отвечу не сильно. Опять, братья и сестры, очень важно и интересно понимать нашу жизнь. Иногда от одного порока христианин избавляется всю жизнь. Иногда только одного порока христианин избавляется всю жизнь. Не бывали ли у вас в жизни такие моменты, когда вы спрашивали и говорили, какой из меня христианин, если я не могу бороться со своей плотью? Если мы ходим с Богом в течение длительного времени, мы с вами найдем утешение в том, что мы действительно меняемся. Меняемся и понимаем, что Бог меняет нас и дает нам какой-то прогресс нашей христианской вере. Тем не менее, быть сформированным, быть приведенным к духовной зрелости – это долгий опыт. Быть духовно сформированным, приведенным к духовной зрелости – это долгий опыт человека. Не стремитесь к мгновенному удовлетворению. Не стремитесь к мгновенному удовлетворению. И вот здесь ценность обычной христианской жизни. Ценность обычной христианской жизни. Почему? Потому что освящение – это процесс на всю жизнь. Освящение – это процесс, который требует огромного количества интенсивного труда. Помните интересные слова апостола Павла? Со страхом и трепетом «совершайте свое спасение». Очень интересные слова. Павел говорит, что совершать свое спасение, что на самом деле является призывом быть усердными. В стремлении к праведности. С другими словами Павел говорит, будьте усердны в вашем стремлении к праведности. Павел говорит, что это работа. И поэтому христианин, который ищет освящение духовной зрелости, он должен быть активным. В этом смысле он должен быть активным. Делать это со страхом и трепетом. То есть Павел не говорит о том, что находиться в состоянии тревоги, которая парализует человека, а скорее он описывает атмосферу, в которой мы должны совершать свое спасение. То есть нельзя просто расслабиться. Христианину нельзя просто расслабиться в погоне за освящением и как бы путешествия вместе со Святым Духом. То есть мы должны стараться угодить Богу. И Писание указывает, что мы можем это сделать, потому что Бог действует внутри нас. То есть это самое настоящее сотрудничество. Это самое настоящее сотрудничество, где освящение – это совместный процесс, где действует Бог, и мы с вами тоже призваны работать в этом процессе. Ну и вот последнее несколько мыслей. Если вернусь к тем двум примерам, это Иоанн, который говорил о том, который как-то представил, которому было показано, что Бог будет вытирать слезы для апостола Павла, который говорит, что вот уничиженное преобразится. То есть вот так он понимал тело человека, что оно уничиженное и нуждается в преображении. То есть не все в порядке с нашим с вами телом. Вот замечательный библейский текст, напомню, называется «Золотой цепью искупления». Золотая цепочка искупления. Послание к Кримленам, 8 глава, 29 и 30 стихи. «Кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего, дабы он был природным между многими братьями. Кого он предопределил, тех и призвал. Кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. Предузнал, предопределил, призвал, оправдал, прославил». Ну, еще раз, предузнал, предупределил, призвал, призвал, оправдал и только потом прославил. То есть самая заключительная часть искупления человека – это прославление. Вот теперь немножко о нашей с вами жизни. Вы знаете, ну, была ли у вас возможность видеть куколку бабочки, вот которая, ну, как-то высиживается, да, и потом вот ей нужно туда вылезти. Ну, я думаю, были много таких случаев, когда люди пытались помочь этой бабочке. Да, вот что произойдет, если взять ножик и помочь бабочке разрезать вот эту вот куколку, чтобы она, ну, спокойно могла вылезти. А вы знаете, произойдет то, что бабушка, простите, не бабушка, бабочка, она вылезет некрасивой. Если мы с вами уберем борьбу, борьбу вот этого рождения, да, возрождения, преображения, да, бабочка не будет красивой. Она будет деформированной, может, не сможет летать. Недавно вот у моего сына был такой опыт, у старшего сына, у него был очень сложный проект на работе, и он буквально несколько дней, он мучился, у него что-то ломалось, ему приходилось что-то опять начинать, и потом, когда работу он сделал, он сказал мне следующие слова, фуф, я, говорит, помучился, а теперь чувствую себя хорошо. Ну, я подумал, вы знаете, какое интересное вот наблюдение, представьте себе жизнь христианина, вот который сейчас мучается, мучается, ну, в чем-то мучается, мучается, да, а потом, когда вот подходит конец его жизни, он смотрит назад и говорит, не зря прожил. А представьте другого человека, который не мучается, который живет спокойно, живет хорошо, да, не волнует его вещи о Боге, он просто живет. А когда подходит конец жизни, он смотрит назад, и вот это страшное просвещение, осенение, да, зря прожил. Я думаю, вот наша с вами жизнь, братья и сестры. Апостол Павел в том же послании к Кримлянам, восьмой главе, пишет следующие слова, «Не только все творение, но и мы сами, имея начаток духа, мы в себе стянаем». Стянать – это, знаете, это звуки, которые передает человек в мучениях. То есть, как Павел понимал жизнь христианина? Сначала он понимал, что это тело нашего учижины. Когда он смотрел на жизнь, свою жизнь, жизнь верующих людей, он говорил, что мы стянаем. То есть, в действительности, вся наша жизнь, иногда она похожа вот именно на стенание, на звуки, которые издает человек в мучениях. То есть, вот так Павел понимал нашу с вами жизнь. Но для чего это все нужно? Знаете, если бы не было вот этих вот переживаний, если бы не было старания, если бы что-то у нас с вами не ломалось, если бы нам вновь и вновь не приходилось что-то начинать сначала, вот красивыми мы перед Богом никогда не будем. То есть, не будет преображения без стенания. Не будет преображения без стенания. Я говорю это для того, чтобы по-настоящему ценным становится вот весь священное описание о том, что когда-то все уничиженное, оно преобразится. Это произойдет с приходом Господа Иисуса Христа. И, может быть, тем желание ожидать Его, когда понимаешь, что... Представьте себе, что Бог вот не только вот приготовил вечность, но, оказывается, вот каждый день нашей с вами жизни Он нас с вами готовит к этой вечности. Я думаю, это замечательно. Я думаю, это удивительно. Вот просто понимать, что мы с вами проходим процесс освящения. Бог нас с вами каждый день, каждый день нашей с вами жизни готовит, готовит, готовит для того, чтобы пришел этот момент, когда, ну, в конце концов, вот это уничиженное, оно преобразится. Ну, поэтому наше с вами будущее – это не просто тема для праздных спекуляций. Это всегда побуждение к действию. Это всегда причина для радости. Я думаю, это основной урок, который хотелось бы оставить для нас с вами сегодня. Да благословит нас Бог. Аминь. Я приглашаю вас к молитву. Если желание помолиться, пожалуйста, помолитесь. Спасибо. 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 Спасибо.